Эти разноцветные пластыри, которые называются кинезиотейпы, первыми начали применять спортивные врачи, чтобы их пациенты, профессиональные спортсмены, тренировались и выступали, не испытывая боли. Позже методику начали практиковать и в отношении обычных людей. Оказалось, это тоже эффективно. Основное его свойство – это сущивание кожи, то есть кожный покров. Берутся разработаны специальные техники наклейки, специальное разрезание, то есть специальные места, где наклеивать надо. Когда мы накладываем тейп, то есть тем самым мы почти через 20 минут уже у пациента не чувствует боли. Принцип действия кинезиоленты – это фиксация и последующая поддержка больной мышцы или связки, в результате чего пациенту становится легче перенести последствия травмы или болезни. Ввиду неправильного, допустим, заживления, нервы и сосуды неправильно прорастают. При правильной накладке тейпа, то есть при правильной технике тейпирования, эти связки можно зафиксировать и тем самым еще и приподнять, усиливая микроциркуляцию. Но еще вот эти боли после нагрузки, они уже будут меньше чувствоваться, может даже не чувствоваться совсем, то есть это уже зависит индивидуально. Спектр применения тейпирования, как выясняется, довольно широк. Даже врачи-косметологи используют тейпы в целях омоложения. От реабилитации заканчивая педиатрией и неврологией. То есть также используются в косметологии, сейчас новое направление, и уже в диетологии, то есть при коррекциях веса, то есть тейпы тоже помогают, опять же, за свои лимфодренажные функции. Есть разные виды тейпов, то есть они делятся в основном по размеру и по цвету. Но что касается цвета, допустим, здесь больше играет психологическая генезиология. Каким ни был широким, широкая область применения тейпа, он не является самостоятельным лечением. То есть все равно должно быть сопутствующим. То есть он только усиливает эффект от лечения, но не является самостоятельным лечением, корректировкой. Как и у любой методики, у кинезиотейпирования есть противопоказания. Учитывая, что ленты усиливают микроциркуляцию крови, их, например, не ставят сердечником. В любом случае, перед визитом к кинезиоспециалисту необходим прием врача-терапевта. Субтитры создавал DimaTorzok